Спасательный круг и жилет, веревка и манекен Гоша. А со своего дела не только рассказали отдыхающим на Самарском пляже, как нужно правильно пользоваться средствами спасения, но и каждый желающий смог применить их на деле. Главное правило спасения – не навреди. Если вы с высоты прыгаете, чтобы у вас жилет был зафиксирован. Если вы прыгаете с высоты, он просто-напросто может повредить шею, либо челюсть. Поэтому, когда прыгать с высоты, надо руки держать вот таким образом. И прыгать с высоты. В жилете можешь прыгать максимум с трех метров. Если удалось вытащить пострадавшего на берег, нужно привести его в чувство. Реанимация человеческого манекена далась особенно сложно. Сто движений в минуту. Такой темп спасения выдержал не каждый взрослый. Зато с кругом справился даже ребенок. Даниил Щукин уверен, прийти на помощь утопающему должен уметь каждый самарец. Сначала надо будет бросить либо круг, либо веревку. И потом вытащить его, помогать человеку выжить. А чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации, спасатели лишний раз напомнили правила поведения на реке. И раздали специальные памятки. Для детей это в первую очередь не купаться вне присутствия взрослых. То есть обязательно должен кто-то смотреть. Даже если ребенок умеет плавать. Для взрослых это состояние алкогольного объединения не допускается купания. Потому что можно не только утонуть, но и перепады давления. Иногда людям становится плохо сердцем. Спасатели проводят профилактику несчастных случаев не только на Волге, но еще и в лагерях, школьных и оздоровительных. А также в подростковых клубах. А на пляж они пообещали еще вернуться. Всероссийская акция «Научись плавать» продлится до конца купального сезона. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok